РАДИО БОЛТКОМ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Родион Золотарев. И, как анонсировалось, сегодня у нас немножко необычный «Разворот» сразу с тремя гостями. Один за другим они будут сменять друг друга. Но одна тема – это образование, современное образование, в том числе и в эпоху пандемии COVID-19. И наша первая гость на прямой связи – это ассоциированный профессор Латвийского университета и представитель программы «Мацитспекс» Ева Маргевича Гринберга. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, телефоны прямого эфира у нас не смены. 67-212-93-9. 67-213-93-9. Звоните и задавайте свои вопросы. Мы знаем, что программа «Мацитспекс», она как бы выросла, можно сказать, из программы ESPM «Миссия». Целью обеих программ является подготовка учителей, так сказать, будущего, в том плане, чтобы они работали по новым каким-то принципам, которые вот сейчас, может быть, не у всех учителей есть. Если бы вы могли вкратце сформулировать, вот чего недостает, по вашему мнению, учителям и чему нужно учить современных учителей? Ну, может быть, не то, что недостает, просто жизнь доказывает, что ситуации очень быстро меняются, и потому самое главное сейчас смочь быстро очень меняться свое мышление, да, и быть эластичным, да, и так что, ну, новые учителя, мы очень много тренируемся, да, есть разные задания, пусть реагировать быстро на изменения, как мы видим сейчас тоже уже целый год, вот все, мы должны адаптироваться к ситуации, это самое главное сейчас. То есть вот навык адаптации – это главный навык для учителя? И не только, но очень много проблем, как работать с собой, потому что очень большой стресс, вся ситуация, которая сейчас в мире, это влияет на учителей, и таким новым учителям особенно трудно, да, а не только, что пошли в школу работать, а вдруг это вся ситуация, так что очень важный навык – это уметь, ну, справляться со своим стрессом, да, когда-то, ну, конечно, профессия учителя всегда связана с стрессом, но такое, как это сейчас, да, справляться с этим – это тоже большой навык. Мы знаем, да, что учительская профессия, она полна разных стрессов, и даже учитывая не самое большое число новых учителей, и среди них какая-то часть, она отсеивается в первые годы, вот как раз-таки из-за этого в МАЦИЦПЭК в этом плане ситуация получше обстоит, я так полагаю. Получше, потому что у нас, ну, из ста только два студента, ну, не выдержали из-за этого, что напряжение, нагрузка, да, ну, вот эта стрессоустойчивость, да, она очень важна, и только два из ста, так что я думаю, что это очень нормально. Ну, да, насколько я знаю, даже в МИСИИ были больше не выдержавших. Только ленивый, мне кажется, уже не говорит о том, что современное поколение школьников, оно не просто другое, оно еще и само по себе быстро меняется, и как-то сложно оставаться с ними на одной волне, даже если ты, неважно какого ты возраста, даже там 30-летние, 25-летние люди уже не знают всего того, чтобы быть в контексте с детьми и подростками. Вот насколько вы чувствуете, что есть это, что увеличивается эта пропасть, это расстояние между школьниками и учителями, что просто они разговаривают на разных языках? Ну, знаете, ну, мои наблюдения говорят о том, если этот учитель открыт к этому, ну, что все меняется, если он даже в 50 или в 60 лет, он может, то есть эта пропасть не такая большая, если он заинтересован, если он на одной волне, если он открыт новым идеям. И не зря вот сейчас в мире очень популярное эдутеймент, да, что соединяется вместе учеба с игровыми элементами, да. Но если ты в своем возрасте все равно сколько тебе лет следишь за этими новыми тенденциями, ты всегда будешь интересен, да, важно, какая твоя личность, или ты такой видишь только прямо, или готов посмотреть, готов учиться, и это самое главное, это готовность, готовность менять свое мышление, быть открытым новым идеям и смотреть, что вокруг происходит, да. Так что тогда это не пропасть больше, да, тогда это совсем близко. А новое мышление, что это значит? Вот как дети мыслят по-другому, к чему нужно быть готовым учителям? Ну, дети ждут совсем другого учителя. Это урок должен быть очень динамичным, с разными элементами активными. Они практически от урока ждут так, как они видят в телевидении, вся жизнь вокруг, стимулы очень сильные, развлекательные, да. И учитель, это очень сложная работа, он должен что-то предлагать такое, что тоже вызывает вау, да, что это что-то, да, тогда я обращаю внимание, потому что вокруг весь мир уже изменился, да, и стимулы очень сильные, да. Так что надо, учитель, все время надо думать, вот это мышление, что я должен очень хорошо наблюдать, да, как реагируют мои дети, да, как мои ученики, как они воспринимают информацию, да. Так что есть очень много разных видов сейчас с технологиями, это все возможно, учить через анимацию, через фильмы, через видео. Есть так много возможностей, главное это желание, желание не так учить, как тебя учили, да, только открывай книжку на той и той странице и вперед, да. Сейчас другое время, так что если мы это понимаем, тогда намного легче. Я очень часто, я в целом с вами согласен, очень сильно, но когда я такую тему обсуждаю с учителями более традиционных взглядов, давайте так это сформулируем, они зачастую, их критика состоит в том, что если школьник привыкнет вот только к ярким стимулам, то в какой-то момент нужно будет уже действительно из себя обжонглировать на уроке, чтобы хоть как-то внимание привлечь, что нужно учить школьника и работать и в скучных условиях. Как это? Да, ну видите, тут очень сейчас помогают нам разные исследования в нейропедагогике, в ней, да, что очень много сейчас мы можем узнать, как работает мозг человека, когда он учится. И самое главное, вот этот стимул, пусть он вообще хотел что-то о том речь, что вначале мы должны заинтересовать, даже если это жонглирование. Пусть он вообще хотел открыть и дальше уже, ну как-то смотреть поглубже, должно быть, о, это интересно, да. Это мы не разговариваем о том, что всё время всё интересно, тогда мы, конечно, ничего много не научимся, да. Но вот этот импульс, да, вот пусть вообще этот ученик хотел что-то узнать, надо эту среду сделать такую, чтобы он хотел получить эти углублённые или освоить углублённые знания. У нас был только что телефонный звонок, я хотел бы принять 67-212-93-9, звонить за эти вопросы. Напомню, что сейчас с нами на связи ассоциированный профессор Луи, представитель программы МАЦИСПЕКС Ева Маргеевича Гринберга, и вот, собственно, слушатель вернулся со своим вопросом. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы вот так красиво говорите, вау-процесс, новое мышление, так сказать. А вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в школу принимают учителей в качестве воспитателей лиц с уголовным прошлым, те, которые имеют судимость? И вот эти люди, я недавно встретился с такой мошенницей, она и раньше была мошенницей. Спасибо, извините, что я вас прерваю, просто у нас много гостей, много вопросов. Если я, может быть, немножко расширю вопрос, потому что не уверен, насколько это в вашей компетенции конкретная атмосфера, но в целом, насколько личность и прошлое учителя важны для профессии? Это очень важно, да, потому что ценности, да, потому что мы идем в класс, мы работаем не только с учениками, а и с родителями, с коллегами, потому у нас должна быть вот эта ценностная система, и наша личность влияет 100% на тот, какой будет процесс. Но в государстве, и мы в свою маце, и ЦПЭКС-программу, ну, это тоже одно из условий, что нет этого криминального прошлого, да, так что в такой ситуации, что в школе такой человек работает, ну, вообще-то невозможно по закону, да, Латвии. Так что если только он получил право, да, из ИКВД, и это возможно, тогда это другое дело. Но все люди проверяются и на психическое здоровье, и на криминальное, да, судимость, прошлое, так что и еще вот эта психологическая устойчивость. Так что, ну, я думаю, что так, что невозможно, что такой вариант, да, судимый человек работает без разрешения. Ну, вот если даже углубиться немножко в эту тему, просто кроме таких экстремальных вариантов поступимости, в целом социальные сети, открытость. У меня у самого был случай, когда я работал, у меня был опыт работы в школе, и дети нашли там мои старые видео в интернете. Ничего особенно криминального не было, но факт, что учителя не остается больше личной жизни, если он хоть сколько-то вообще в социальных сетях присутствует. Вот насколько эта сторона жизни, она действительно меняет контекст отношений учителя и ученика? Ну, конечно, я думаю, что учитель должен думать, да, какие он фотографии, но это везде в мире так, это нормально, да, что если ты учитель, ну, у тебя ты должен быть и как пример, но это не значит, что ты не можешь там выпить шампанское. Но много-много вещей, да, о которых мы должны думать, и в нашей личной жизни, да, когда мы выходим куда-то, да, как мы себя ведем, это тоже показывает, да, нас. Так что я думаю, над этим всегда надо думать, да, что мы выкладываем, да, в социальные сети. Ну, просто не всегда можешь планировать то, что будет в будущем, но да. Я еще в контексте ковида-19 хотел вас спросить. Много идет дискуссий по поводу обучения вот в удаленном режиме, через Zoom, там, Hangout и так далее. В общем, разное много сервисов появилось. Понятно, никто, мне кажется, не будет спорить с тем, что это не может быть полноценной заменой очного обучения, но при этом идут процессы, вот в Министерстве образования в частности, чтобы в каком-то формате это дистанционное обучение все-таки оставалось. Ваше к этому какое отношение? Насколько это можно внедрять или насколько это будет оправдано? Ну, видите, если мы говорим, надо иметь в виду, какой возраст учеников. Если я работаю со студентами, тогда это никакой проблемы нет, у них уже развиты навыки, как они учатся, да, самостоятельность. Но мы, если говорим про классы, где дети младшего возраста, да, конечно, у них еще не развиты навыки, они еще только начинают вообще познавать, что и как учиться, и не знают многие методы. Так что тогда, конечно, это только, ну, больше он там увидел учительницу, мой сын в втором классе, и тоже один раз у них была встреча, да, с учительницей, с классом, и они так рады друг друга видеть. Это был такой шум и такая радость, да. Ну, про учебу там, ну, практически ее там нет, да. Так что это тогда вся нагрузка на родителей или бабушек, дедушек, да. Так что тогда мы не можем говорить о отдаленном процессе обучения, потому что неразвитые навыки, они не такие самостоятельные. Так что, ну, уже в средней школе уже лучше ситуация, да, в университете, все нормально, потому что очень много и так должны работать сами, читать сами, да, тогда это встреча, это дискуссии, да, анализ. Так что тогда уже эти результаты хорошие. Вы чувствуете разницу в подходе к образованию, вот если мы сговорили об университетах в школе? Потому что по собственному опыту мне показалось, что в университете резко очень становится больше самостоятельная работа, и как будто в школе не готовят вот этот навык как раз-таки самостоятельного обучения, его не хватает. Да, вы знаете, много навыков не хватает. Для меня немножко шокирующим было то, что студенты первого курса не умели читать. Не так, что не знали буквы, но они не умели читать большие тексты, научные тексты. Они как будто прочитали, но ничего не могли рассказать. Сначала я думала, что они не выполнили задание, оказывается, они читали, но ничего не поняли. Это тоже, конечно, результат того, что у нас, если сравнить книги или пособие по обучению тогда книги, когда было много текстов, сейчас много картинок, это все ярко, то, что мы говорили, что может на каком этапе быть, но нет таких навыков читать большие тексты. Если очень трудно сидеть в первом курсе, у нас одна лекция 90 минут, тоже сконцентрироваться, то мы тоже должны поменять то, как мы работаем, потому что в наши дни молодые люди, они в университете тоже меняются так же, как и в школе. Мы должны как-то их процесс обучения должен быть активным, и это очень нормально все, мы тоже меняемся в университете. Если бы вы могли как-то сформулировать, чему должны учить в школах, чему сейчас, на мой взгляд, учат недостаточно. Может, не знанием даже скорее, а вот именно навыком каким-то. Ну да, вообще-то первое, что вот тоже в проекте «Школа 2030» тоже большой акцент, это на метакогнитивное мышление, что ты все время должен думать о том, как ты думаешь, какие методы ты можешь использовать, пусть что-то достичь. Потому что это самое важное, все время контролировать себя, и это путь к тому, что ты можешь уже сам учиться, что ты понимаешь, как ты думаешь, ты понимаешь лучшие стратегии, которые можешь использовать, чтобы что-то понять. Так что очень много сотрудничества, вот эта самостоятельность, способность перенести знания с одного предмета на другой. Так что очень много вещей, да, вот критическое мышление, да, которое помогает. Которое помогает все равно, учится ли человек в университете или нет, это в жизни сейчас самое главное, да, принимать решения самому и быть уверенным, да, в том, что ты делаешь, да, и все время анализировать, так как аудитор делать или контроль над собой. Наверное, последний вопрос, чтобы уже закончить. Если сравнивать МАЦИТ-СПЕКС и формальное школьное педагогическое образование в университете, мы знаем, что в МАЦИТ-СПЕКС намного больше практики, она сразу же, собственно, первый год и появляется, а в университете практики нет. Есть еще разница какая-то? Как вам кажется, у всех программах МАЦИТ-СПЕКС, он может помочь изменить и адаптировать педагогическое образование? Я думаю, что да, потому что это первая программа, которая основана в рабочей среде, так что те знания, которые ему реально нужны, потому что иногда в университете, конечно, тоже есть практика, все это есть. Это не так, что учителя учатся только в аудиториях и никогда не видели школу. Тоже есть и довольно много, но тут все ситуации, которые мы анализируем в наших лекциях, семинарах, это все связано с реальностью. Вот это и есть этот компетентностный подход к обучению, что вот у тебя есть ситуация, и мы сразу все вместе ищем, что говорят исследования, какие теории мы можем использовать. Так что очень тесная связь все время, с первого дня обучения. Спасибо большое. С нами в самой связи был ассоциированный профессор Латвийского университета, представитель программы Матиспекс, Ева Маргеевича Гринберга. Спасибо большое за то, что вы нам рассказали. Латвия «Кон winningражения» Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова